Добрый день, питерские любители дебатов. Мы берем сегодня последнее интервью у нашего креативного директора Мемориала Александра Кондратова, у Евгения Пашковского по вопросам нашей второй темы для младшей лиги, о том, стоит ли исключать бокс из программы Олимпийских игр. Собственно, вопрос к Евгению традиционный, насколько мы можем помочь командам утверждения, отрицания, проанализировать эту тему. Вообще, не кажется ли вам тема несколько странной, сформулированной? То есть бокс, один из древнейших видов спорта, популярный в Греции, древний, вдруг неожиданно стал предметом дебатов об его исключении. Почему, собственно, сторона утверждения стоит готовиться? Ну, прежде всего, хочу отметить, что странных тем не бывает, бывают странные интерпретации. И по этим интерпретациям можно и заложать игру и проиграть. Когда мы говорим о боксе, то мы должны четко дать определение, какой бокс мы имеем в виду, потому что в Олимпийских играх вообще-то задействован бокс любительский, непрофессиональный, с особыми установками, с особыми параметрами, при которых там минимален вот этот вот ущерб, который, ну, вот контактный бой, который происходит в профессиональном боксе. И, соответственно, из-за этого, в общем-то, мы сталкиваемся с некоторыми проблемами. Там невостребованность бокса как такового, ну, то есть мало зрителей смотрят его трансляции, и, соответственно, мало зрителей покупают билеты на места, на стадионы, ну, соответственно, на площадках, где этот бокс происходит. То есть, также мы можем сказать, что там достаточно сложная система судейства, потому что, ну, сложно довести там такой матч, который будет проходить между любителями, до состояния чистой победы. И судейство, соответственно, будет не очень объективно. Плюс это, ну, сама зрелищность достаточно серьезно страдает. То есть, ну, представьте себе, то есть, если вы видите, что кто-то вот из боксеров демонстрирует хорошую игру, он с большой долей вероятности сразу же уйдет в профессиональный спорт. Вот, и таким образом бокс любительский – это такой, условно говоря, удел только любителей, и все. То есть, никакой зрелищности, красоты, техники и всего такого, за что мы любим тот спорт, тот бокс, который смотрят все, и мы не увидим на Олимпийских годах. А почему это произошло? Ведь, скажем, в 60-е, 70-е годы, когда на Олимпиадах выступали, потрясающе выступали, венгерские, кубинские, советские боксеры. Были случаи нокаутов, были случаи зрелищных поединков. Почему сейчас все-таки бокс, он стал таким плюшевым и действительно незрелищным? Ну, прежде всего, нельзя забывать о том, что венгерские, кубинские, советские спортсмены были любителями только на бумажке, потому что мы знаем, что в Советском Союзе к Олимпийским играм готовились очень серьезные, как во всех странах, вот кинтовосточные игры, потому что это был имиджевый момент, и нужно было продемонстрировать триумф, условно говоря, социалистического образа жизни. Поэтому там спортсмены, такие любители, были на уровне профессионалов. Плюс еще не надо забывать о том, что все-таки тогда сохранялась спортивность вот этого зрелища, и было меньше такого желания просто зарабатывать деньги. К тому же тогда еще, в общем-то, были сохранены традиции, которые существовали в том спорте еще в начало века. Коммерциализация началась, ну вот, с массовой вот этой ролью телевидения, дни это как раз 60-70-е годы, и спутниковое телевидение, все это, в общем-то, интернет, и все это, в принципе, серьезно ударило по любительскому спорту, и, соответственно, заставило людей гоняться за зрелищами и за коммерческими прибылями. Все-таки вот эти особые перчатки, да, в которых даже невозможно сжать кулак и ввести сильный удар, эти шлемы, да, которые тоже предохраняют спортсменов и фактически скрывают их лица и индивидуальность. Насколько сегодня удается Федерации любительского бокса АИБа сохранять эти различия между профессиональным и любительским боксом? Или все-таки зритель сделал выбор, и болельщик сделал выбор, и этот выбор не в пользу любительского олимпийского бокса? Ну, болельщик уже сделал свой выбор, потому что когда они видят такую игру двух любителей, причем эта игра жестко регламентирована, и создана масса барьеров для того, чтобы не было нокаута, не было там, ну, такого серьезного нокдауна, то, соответственно, видно, что игра идет, ну, как бы понарошу. Там очень много ограничителей, очень серьезные проблемы с контактностью боя. И в таком случае невозможно увидеть эту красивую игру. То есть мы видим, ну, двух таких любителей, которые, понятное дело, что каждый из этих любителей мечтает стать профессионалом, уйти в коммерческий востребованный спорт, потому что если мы не... Ну, профессиональный спорт – это другие деньги, другая известность, это другая популярность. А любительский спорт, ну, это максимум, ну, на рентиндисками, да, и что дальше. Какая перспектива человека в дальнейшем? Автомобиль и прием у президента России. Президент России встречается не только со спортсменами, но еще и с пенсионерами, и с чиновниками ЖКХ, и со своими собственными чиновниками. Там множество людей, а у всемирно известных там, примерно, братьев Кличко, может быть и политическая карьера. Так что тут люди предпочитают все-таки гарантированного журавля в небе, чем такая вот синица в руках. Стерха, да? Да. Наверное. Вопрос все-таки о судействе. Да, аргумент противников наличия бокса в системе Олимпийских игр является абсолютно непредсказуемым. Непредсказуемое и непрозрачное электронное судействие, которое как раз было введено в любительском боксе, с тем, чтобы отличаться от профессионального. Насколько примеры последних Олимпийских игр говорят о том, что сегодня не боксеры, любители на ринге решают вопрос о победителе, собственно, своими действиями, а судей фактически могут реально сделать победителем, из любого спортсмена сделать победителя. Ну, мы можем просто увидеть, ну, на записи, на трансляции, что, я понял, что если мы видим такой бокс, там маловероятно чистая победа, когда противник нокаутирован, и, соответственно, победа обеспечена просто чистой, очевидной. Там контакты достаточно происходят слабые контакты, и, соответственно, мы просто видим, что там значительное количество таких вот сложных ситуаций пограничных, когда, например, спортсмен упал, но тут же поднялся, соответственно, непонятно, как оценивать количество вот этих нокдаунов, и, соответственно, невозможно определить, кто в чистом виде выиграл. Получается так, что судьи трактуют это в соответствии с тем, как они видят эту игру, опять же, видят ее в облегченной форме, когда нет вот чистого такого, чистого определенного тотального выигрыша. Есть только иллюзия, что вот один кажется более там истощенным, другой кажется более хорошей игрой. Но если это вот условия профессионального бокса, там гораздо все более понятно. Как раз это-то судьи не учитывают, они как раз считают очки, то есть количество попаданий ударов, которые могут быть и сильные, и слабые, и существенные, и незначительные. То есть вот в этом, наверное, основной парадокс бокса, что исчезает явная борьба, идет обмен уже не ударами, а тычками, которые фактически засчитываются судьбом. Да, и вот это количество тычков, ну, в реальном боксе это, ну, представьте себе, если там древнегреческие атлеты проводили свои состязания в том числе, кто больше всего там предположил, там, коснулся своего оппонента, потому что по факту, если там смотреть на современное боксерское снаряжение, то это, там, перчатки достаточно вот такие облегченные, и шлемы не позволяют обеспечить саму, это просто вот будут там контакты, таким, дотронулся, коснулся, мазнул, там, кулакурнул, ну, не более того. Не слишком ли много сегодня в Олимпийских играх и так единоборств в Олимпийских видах спорта? Ведь у нас есть греко-римская паримпа, есть дзюдо, есть тэквондо, бокс. Что дает бокс в этой системе единоборств? Ну, мы можем разделить на два вида, условно говоря, это традиционные виды, которые были популярны, условно говоря, тысячелетиями, ну, там, условно говоря, старые Олимпийские игры, которые проходили в Греции, античные и новые, то есть бокс и борьба, таковая, она, в общем-то, прошла, ну, тысячелетний рубеж и перешла, в общем-то, в будущее. Тэквондо, дзюдо и карате, которые еще пока не бывало, ну, а, скорее всего, будущее может иметь на это шансы. Это все-таки восточные единоборства, они изолированы, ну, в определенном регионе, и хотя имеют и всемирную популярность, но все-таки это, мы можем сказать, что это традиция, но не настолько востребованная в профессиональном спорте во всем мире, потому что, ну, по факту, это вот вторая половина двадцатого века массовая популярность вот этих восточных единоборств, до этого они были изолированы вот со своими странами. Вопрос тогда, собственно, а кто-то потеряет от исключения? Боксы из программы Олимпийских фигурсов. Вроде зрители, мы так поняли, не особенно потеряют, болельщики, смотрящие по телевизору, тоже, спортсмены, не факт. Вообще, кто является такой стороной, которая потеряет в результате этого исключения? Ну, видимо, ассоциация любительского бокса, как с такая... Получатель выгоды из сегодняшней, потому что бокс любительский является востребованным, входит вот это вот число Олимпийских видов спорта, если его исключить, ну, финансовая поддержка исключается, популярности нет, трансляции нет, ну, и в дальнейшем это будет угасание любительского бокса, что приведет, ну, в общем-то, к исчезновению этого вида спорта сначала на международном уровне, потом на профессиональном, а потом дальше, дальше, дальше. Ведь противники исключения могут сказать, что буквально недавно в Лондоне бокс не только не был исключен, но и в программу бокса был введен женский бокс, да, то есть впервые, фактически, за многие годы женщины получили возможность соревноваться в этом... да, да, в этом виде спорта. В общем, как вы оцениваете перспективу включения женского бокса и насколько это было успешно сделано на этой Олимпиаде? Я не считаю, что женский бокс может быть таким популярным в данном случае, потому что мы говорим о любительницах, то есть это прежде всего женщины, которые не имеют такой долгой профессиональной карьеры. Я бы предпочел, чтобы в количество дисциплин олимпийских был введен женский профессиональный бокс. Да, это вот именно профессионально подготовленные атлетки, которые могли бы там выяснять отношения на ринге. И, в общем-то, в данном случае это выглядело бы гораздо более выигрышно. А тут, в данном случае, вот проблема мужского бокса, который и так любительский, не самый сильный. Добавляется еще и женский пол, который, ну, в общем-то, к боксу не припособлен. Потому что женский бокс профессиональный, это да, спортсмены готовятся, имеют определенный бэкграунд, определенную карьеру. А, видите, ну, женский любительский бокс, это не очень серьезно. Интересно, что многие даже мужчины, представители федерации бокса против женского бокса, почему? Они не хотят бояться конкуренток, конкуренток? Или все-таки у них действительно гуманные представления о месте женщины? Ну, я думаю, да, ну, это гуманизм, потому что, ну, я сомневаюсь, что женский спорт, особенно, там, в некоторых странах, например, исламских или любых других таких традиционно ориентированных, будет иметь серьезную популярность. Таким образом, мы можем говорить о том, что, ну, есть определенное сострадание, и не нужно доводить толерантность, вот это, до абсурда, что раз вот мы так идем вперед в гендерных взаимоотношениях, то теперь женщины, соответственно, могут и боксировать на ритме, причем любители. Я ничего не имею против профессионалов, но любители, когда боксируют, это выглядит слабо. А у женщин такого опыта нет. Любительские игры, все-таки, олимпийские мужчины имеют, там, ну, значительную историю, там, ну, 150 лет. А все-таки боксерами-профессионалами ведь становится не сразу. Ведь когда молодой человек, юноша, проходит всю систему спортивных соревнований, юношеских, региональных, национальных, то и только потом он переходит уже с возраста, с опыта. Не считаете ли вы, что исключение бокса из олимпийских игр фактически закроет путь молодым людям в детско-юношеский спорт, который сейчас, по крайней мере, есть у них эта возможность, эта дверь попасть на олимпийские игры и уже после этого стать профессионалом, как делали многие спортсмены? Не закроет ли им эту дорогу в этот вид спорта? Пока еще бокс не исключили, закрыть дорогу маловозможно. Плюс мы не должны забывать о том, что в боксе существует естественная смена поколений, потому что Мухаммед Али был звездой, но на очень ограниченный этап времени. И поэтому сейчас он там уже старик, соответственно, приходят новые, 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 они постоянно меняются, и боксерская карьера не может быть долгой. И поэтому востребованы молодые новички могут быть всегда. И просто им гораздо лучше сразу понять, что их удел – профессиональный спорт, чем уверять самого себя, что его удел – это быть любителем, любителем, любителем и ждать новых олимпийских игр, хотя они уже сейчас могут, условно говоря, идти в этот спорт профессиональный. Но в данном случае просто гораздо лучше было бы, конечно, сохранить бокс в числе олимпийских игр и дать возможность людям выбирать, то есть там, молодым спортсменам. Хотят, пускай, вот художественная игра там, перчатки, шлемы, все в порядке. Не хотят, хотят зарабатывать деньги, вперед, вот вам профессиональный бокс, терзайте, побеждайте, зарабатывайте деньги. Ну и сторонники команды утверждения могут сказать, а, ребята, а чем вам, молодые спортсмены, не хватает чемпионатов Европы, чемпионатов мира, которые закрывать никто не собирается. То есть еще молодежные чемпионаты? Молодежные, юношеские игры, игры доброй воли и так далее. Собственно, зачем нужен этот спорт на Олимпиаде, если его никто не смотрит, если он не зрелищный, если ужасная непрозрачная система судейства? Поговорим на сторону отрицания. Ну, все-таки, когда мы говорим о стороне отрицания, то тут нужно сделать два момента. Прежде всего, это традиция, не нам решать, условно говоря, что если бокс был популярен еще в античности, если бокс имеет столетний бэкграунд для участия в Олимпийских играх, и причем именно в такой системе, да, конечно, там система эволюционирует в сторону больших ужесточения стандартов и минимизации вот этого контактного боя, но все-таки не нужно слишком сильно бежать впереди паровоза. Гораздо лучше подождать еще определенное количество времени. Если совсем не будет этот бокс востребован, то тогда уже его можно отменять. Но сейчас я не вижу такой безнадежной ситуации с боксом, потому что добавлен женский бокс, значит, соответственно, произошли некоторые изменения. В дальнейшем, может быть, это привлечет дополнительно аудитория. Второй аргумент, который вы должны отметить, помимо традиции, это тот факт, что бокс – это один из традиционно любительских видов спорта. Если в других видах спорта, ну, там, плавание, все, что угодно, начиная от плавания, заканчивая футболом, сборные эволюционировали от любительских до профессионалов, ну, за исключением, может быть, футбола, да, действительно. Хотя пляжный волейбол – это тут немного другого. Черт. Ну, так вот, все-таки плавание, соответственно, там, греко-риморская борьба, тем более, это все профессиональные виды спорта, и мы можем говорить о том, что они эволюционировали от любительского спорта в сторону профессионального спорта. И таким образом бокс – это один из немногих видов спорта, в котором мы видим игру любителей, и игра любителей нужна, потому что все-таки она наиболее, полно соответствует принципам олимпийских игр, которые мы видели в начале 20-го века. Поэтому ради сохранения баланса между любителями и профессионалами лучше не убирать этот вид спорта, потому что в нем играет любитель. Спасибо большое, Евгений, за обстоятельное интервью. Надеюсь, оно поможет нашим участникам подготовиться к этому непростому чемпионату. До встречи, удачи на Нибана! До встречи!